всем привет мы с вами продолжаем вязать платье крючком и вот какое платье у нас получится в следующих видео я вас научу как вязать рукав как заполнять промежутки между мотивами на манжетах и на горловине ну а в этом видео я покажу как одним мотивом соединять спинку и полочку на данный момент у вас должна быть вот такая заготовка это у нас спинка она состоит из четырех мотивов далее у нас есть промежуток между спинкой полочкой который у вас может и не быть и недовязанная полочка а в итоге мы свяжем вот такой топ без рукавов если у вас по краям нет сложных мотивов то вы получите вот такой топ по этой схеме но сейчас мы будем с вами вязать полочку довязывать ее и сразу соединять со спинкой для начала нам нужно связать мотив но не довязать последний ряд в последнем ряду я довязала только один лепесток вот моя полочка недовязанная это спинка сейчас они расположены лицевой стороной ко мне складываем поглядите кладем полочку на спинку и все это выравниваем аккуратно теперь полочка у меня расположена изнаночной стороной ко мне один лепесток у мотива у цветочка у меня связан полностью а второй мы сейчас с вами будем вязать сделали 4 воздушные петли и теперь довязываем второй лепесток а это пять столбиков с накидом вместе вот они пять столбиков вместе все теперь берем самый крайний мотив у полочки посмотрите вот они два крайних мотива где мы будем с вами соединять теперь находим два верхних лепестка вот они посмотрите и с этими лепестками мы будем соединять прикладываем наши мотивы изнаночными сторонами и столбиком без накида мы соединяем вершинку лепестков сейчас мы вяжем все то же самое как мы вязали с вами как соединяли мотивы между собой соединяем не только вершинках лепестков но и в цепочке из воздушных петель 2 воздушные петельки столбик без накида 2 воздушные петельки затем снова вяжем еще один лепесток мы соединяем вершинках двух лепестков и в цепочке из воздушных петель тут я не буду медленно показывать, как мы все это соединяем поскольку я отдельно вам показывала, как соединять мотивы между собой тут точно такой же принцип соединяем в двух вершинках и в цепочке из воздушных петель посмотрите, ничего сложного нет довязываем мы лепесток 4 воздушные петли и соединяем с вершинкой в процессе вязания очень важно прикладывать вот так мотивы и тогда уже видно, какими лепестками мы будем соединять спинку полочку а какие лепестки мы вяжем свободными поглядите мы уже соединили наш мотив с полочкой в двух местах и в цепочке так вот они два наших лепестка, которые у нас теперь заняты затем два лепестка мы вяжем свободными ни с чем их не соединяем а следующие два лепестка мы будем соединять уже со спинкой посмотрите вот теперь нам нужно вязать два свободных лепестка просто вяжем их полностью, ни с чем не соединяя вот на чем мы сейчас остановились пять воздушных петель соединяем столбиком без накида и вяжем сначала первый лепесток четыре воздушные петли и пять столбиков с одним накидом вместе четыре воздушные петли так довяжите лепесток самостоятельно затем пять воздушных петель и вяжем второй также лепесток он должен быть тоже у нас свободным почему на этом так я заостряю внимание снимаю отдельное видео потому что мы с вами уже вязали из мотивов и я знаю, что самые частые вопросы самые частые сложности возникают когда мы соединяем наши мотивы в изделие как одним мотивом соединить сразу спинку и полочку как от одной детали приступить ко второй поэтому надеюсь, что после этого видео у вас уже не будет никаких вопросов итак два лепестка мы с вами связали полностью теперь следующими двумя лепестками будем соединять посмотрите не забывайте вот так прикладывать и тогда уже видно каким лепестком и с чем нам нужно соединять но нам вот так неудобно сейчас будет соединять поэтому я предлагаю снова вывернуть на лицевую сторону наше изделие и сложить изнаночными сторонами наши мотивчики вот первый лепесток из двух, которым мы будем соединять я довязала до вершинки вот теперь находим первый лепесток у нашей спинки вот он и с ним будет видите, два лепестка заняты а первый лепесток у нас свободный с ним мы соединяем столбиком без накида и довязываем наш лепесток затем две воздушные петли соединяем столбиком без накида под цепочкой из пяти воздушных петель две воздушные петли и соединяем теперь вяжем второй лепесток, которым мы также будем соединять два мотива пять столбиков с одним накидом вместе затем провязываем так теперь находим следующий лепесток вот он заводим крючок в его вершинку и соединяем столбиком без накида довязываем наш лепесток это четыре воздушные петли и соединяем вот поглядите мы связали не только мотив у полочки но и сразу соединили полочку со спинкой видите сейчас у нас остаются недовязанные лепестки в моем случае это один всего недовязанный лепесток потому что первый я связала полностью сразу довязываем наш мотив до конца и вот что у нас получается опять-таки тут не буду я время тратить довяжите мотив самостоятельно поглядите вот мы соединили с одной стороны спинку и полочку видите одним мотивом сразу соединяем и довязываем нашу полочку вот как получилось то же самое делаем со второй стороны так же берем мотив ну, будет это примерно так выглядеть и соединяем и нам необходимо так же по бокам соединить спинку и полочку вот как я сделала тут берем один мотив сначала соединяем его со спинкой и полочкой затем вяжем новый мотив и соединяем его уже с предыдущим и со спинкой и полочкой вот так один мотив за вторым мы будем соединять и у нас уже получается вот такой топ без рукавов а в следующем видео я покажу как вязать рукава особенно в тех случаях когда у нас сбоку сложенный мотив я думаю это видео вам будет также полезно поэтому вы не пропустите увидимся с вами в новом видео пока-пока 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 пока-пока